Решение, которое принимается в Москве, значительной части должна быть спущена на уровень городов и муниципалитетов. Потому что ненормально, что страна, которая протянулась на 9-часовых поясов, подчиняется городу, который находится на западе России. Это что-то, что общество поддержит, это что-то, что общество нужно объяснить. Почему? Главное объяснить. Вот эта мысль, которую я только-только начинаю озвучивать, что идея спуска полномочий на уровень республик, национальных или субъектов федерации, это будет колоссальная ошибка. Потому что это переведет к междоусобице, это приведет к конфликтам, совершенно неожиданным, причем не между регионами и центром, но между регионами и между собой. Мы видим, какая напряженная ситуация между Чечнею и Ингушетии, например, постоянно возникает из-за межевания границ. Эта проблема решается спуском полномочий на уровень городов и муниципалитетов, потому что таким образом мы не усиляем региональную власть, а усиляем ровно ту власть, с которой люди больше всего контактируют, которая к ней ближе всего. Эта идея, которая сегодня не звучит, это что-то, что люди не понимают, это что-то, что нужно проговаривать, что-то, что я буду объяснять в следующие годы, пока есть такая возможность и время. Мы просто должны адаптировать свои предложения под ту политическую реальность, которая нам после Владимира Путина достанется с ее внутренними конфликтами. Это как раз что-то, что в том числе либертарианцы понимают не всегда, что нам считаться с условиями необходимо. И считаясь с условиями, идея о том, что нужно спустить власть на уровень регионов, это бомба замедленного действия. Это что-то, о чем все любят говорить, потому что это очень классно звучит в публичном пространстве, и что-то о последствиях, чего люди, в принципе, отказываются думать. Это фатальная ошибка. И, на мой взгляд, разминировать эту проблему можно тем, что объясняют, что нет, власть нужно отдавать не региональным царькам, не Рамзану Кадырову и другим лидерам, а людям на местах, людям, которые живут в городах и в муниципалитетах. Это разрядит ситуацию и, опять же, поможет сохранить территориальную целостность России, которая сейчас удерживается кулаком в Москве.